Убийства и покушения на Северном Кавказе, в том числе политически мотивированные, часто остаются нераскрытыми. В этом году исполнилось 15 лет со дня похищения в Грозном и убийства чеченской правозащитницы Натальи Эстемировой. Незадолго до этого ей угрожал лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Эстемирова рассказывала о преступлениях чеченских спецназовцев, пытках и похищениях в регионе. Это убийство до сих пор не раскрыто. Заказчики не названы и не найдены. Их будто и не искали вовсе. Во всяком случае, в августе 2021 года Европейский суд по правам человека указал, что российские власти не провели надлежащего расследования убийства Натальи Эстемировой. Это далеко не единственная история, рассказывает Анастасия Тищенко. Наталья Эстемирова. Я сотрудник правозащитного центра «Мемориал». Эстемирова работала правозащитником в Чечне с 2000 года и была, по словам её коллег, одной из лучших в своём деле. Часто добивалась результата, рассказывает на вечере памяти замдиректора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Лакшина. Она находила информацию, которую не мог найти никто. Она эту информацию передавала правильным людям. Она могла вытащить человека из подвала. Она могла договориться с символиками договариваясь. Она решала каждый день множество проблем, самых разных людей, нуждавшихся в помощи. И делала это успешно, как никто. Одной из главных тем, которой занималась Эстемирова, были насильственные исчезновения в Чечне. Она общалась с пострадавшими и их родственниками. А за несколько дней до своей гибели рассказала о похищении и внесудебной казни Резвана Альбекова. Глава Чечни Рамзан Кадыров, по словам коллег Эстемировой, пришёл в ярость. 15 июля 2009 года правозащитницу похитили. Вечером того же дня тело Натальи нашли с огнестрельными ранениями в Ингушетии. Её дочери, Лане Эстемировой, тогда было 15 лет. За несколько дней до её гибели у меня была идея испечь ей торт, чтобы отпраздновать наши совместные дни рождения, которые нам пришлось провести за тысячи километров друг от друга. Я очень хотела кремом нарисовать цифры 1-5-5-1, хотя из меня совершенно торты я так не научилась печь с тех пор, и вообще никудышная пекарь из меня получился. И вместо этого совместного дня рождения в итоге меня повезли на мамины похороны. Здравствуйте, привет на вас! Ответственность за убийство Эстемирова и её коллеги возложили на Кадырова, который угрожал Наталье и считал личным врагом. Дело до сих пор не раскрыто, и это характерная черта в подобных историях. Анна Политковская, Станислав Маркелов, Пол Хлебников, вероятно, были убиты за свою работу в Чечне. Список имён можно продолжать. Летом 2015 года в Грозном неизвестные люди разгромили офисы свободной мобильной группы Комитета против пыток. Кадыров обвинил в провоцировании беспорядков самих правозащитников. Государственный телеканал «Грозный» назвал случившееся стихийным пикетом, на котором собравшиеся якобы выражали свой протест против политизации правозащитной деятельности. В марте 2016 года на границе Ингушетии и Чечни около 20 человек в масках напали на микроавтобус, в котором ехали сотрудники Комитета по предотвращению пыток и несколько журналистов из России, Норвегии и Швеции. Всех, кто был в машине, избили палками. А затем микроавтобус сожгли со всеми вещами. В июле 2023-го вооружённые люди напали на адвоката Александра Немова и журналистку Елену Милашину. Обоих били ногами, руками и полипропиленовыми трубами, приговаривая, вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите. Все эти события до сих пор не расследованы, а виновные не наказаны. Наталья Стемирова, вспоминая свою работу в Чечне, рассказывала, как жители республики, пострадавшие во время Второй Чеченской войны, впервые обратились в ЕСПЧ и выиграли дело. Тогда Россия ещё выполняла решение Страсбурга, но, как правило, просто выплачивая денежные компенсации. Пострадавшим нужно было не это. Им сказали о том, что это государство будет наказано. Оно будет наказано денежным штрафом. Но у людей это тоже не вызывало радости. Потому что они хотели самого главного, чтобы были наказаны преступники. Но на лицах их была надежда. Потому что они и до сих пор надеются. И теперь, что наконец-то государство должно будет найти тех, кто убивал, тех, кто виновен. И что наконец-то они посмотрят в глаза тем, кто тогда издевался над ними. Вот это было для них главным. Это программа «Человек имеет право». Её веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией правозащитник, член Совета Центра, мемориал Александр Черкасов. Александр, здравствуйте. Скажите, вот спустя 15 лет, что доподлинно известно о заказчиках и исполнителях убийства Натальи Стемировой? Доподлинно известно, что в июле 2009 года Наталья Стемирова сообщила в СМИ. При этом она была указана как автор сообщения о внесудебной казни, совершенной кадыровцами. Известно, что это вызвало бешенство Рамзана Кадырова, и что после этого начались какие-то движения, закончившиеся похищением и убийством Наташи. В общем, 15 июля – это был первый день, когда это можно было сделать. У неё на квартире до этого находились её гости, журналисты, и это был первый день, когда она выходила из дома одна. Известно, что следствие в течение первых месяцев проследовало разные версии, включая версию, связанную с профессиональной деятельностью Наташи. Но в январе 2010 года сверху следственной группе была спущена единственная верная версия и доказательства к ней. Доказательства в кавычках о том, что Наташу убили боевики, о которых она писала. Впрочем, боевик, который обвинялся в организации этого убийства, сам к тому моменту якобы был убит. И были найдены якобы доказательства, то есть не хватало только собственноручной расписки этого самого боевика, что я совершил это преступление. Эта версия не выдерживала критики. Вместе с коллегами из «Новой газеты», с правозащитниками из Федерации прав человека, мы провели расследование, которое можно проводить в 21 веке. В материалах дела были генетические экспертизы под ногтевого содержимого Наташи, она сопротивлялась, и образцов, полученных якобы от этого боевика. Мы нашли его брата, провели генетическое типирование, и выяснилось, что данные генетической экспертизы ни в коем образом не указывают на версию, которую следствие дальше продвигало как единственно возможное. Дальше российская сторона, когда была подана жалоба в Европейский суд по правам человека, передала туда часть материалов дела, только ту, которая касалась вот этой самой единственно верной версии. И, к сожалению, итоговое решение суда, да, Россия не расследовала, но нет оснований считать, что убийство совершено агентами властей. И это печально. Однако в марте этого года на слушаниях в Комитете министров иностранных дел в Страсбурге, где рассматривались дела, исполнение решений по делам об убийстве Анны Политковской, Александра Литвиненко и Натальи Истемировой, эти дела шли в одном ряду. Страсбург считает, что за убийство не только за нерасследование несет ответственность Российская Федерация. Но речь о нарушении права на жизнь. Это вторая статья Европейской конвенции по правам человека. Россия, конечно, уже вышла из Саиды Европы и вообще игнорирует любые решения и заявления Европейского суда по правам человека. Но, тем не менее, это очень важно с точки зрения возможных будущих каких-то процессов. И все-таки, вот вы сейчас напомнили и про дело Литвиненко, и про дело Анны Политковской. Там, по крайней мере, назывались публично какие-то имена людей, которые были исполнителями, может быть, организаторами. Журналисты на кого-то выходили, следствие кого-то называло. В деле Натальи Истемировой, кроме вот этого боевика, которого тоже якобы убили, может быть, действительно убили, назывались ли еще какие-то фамилии и имена? В материалах дела есть показания, полученные от боевика в Грозенской тюрьме, что он якобы слышал, как док Умаров, тогдашний лидер кавказских боевиков, Амира Марата Кавказ, давал указания вот этому самому Алхазуру Башаеву, якобы убийце, что нужно посчитать и убить Наташу, и это якобы сорвет визит Дмитрия Медведева куда-то в Европу. Бредовая ситуация. До Каумаров в горах, которые знают из подробностей европейской жизни, показания, выбитые в следственном изоляторе, не впечатляют. Но дело в том, что в современной Чечне работать не следователем, а следователи там пытались работать, и тем более журналистам и правозащитникам по выяснению деталей преступлений. Сложно. Вот по одному делу, так называемому делу 27, там где 27 человек сразу казнили зимой 17-го года, там каких-то виновных нашли. Потому что это большое групповое дело, где людей где-то держали и так далее. Нет, все равно никто не был наказан. Но там было журналистское расследование, потому что как-то было больше информации. А здесь все. Наташу похитили. Свидетели, которые были у дома, боялись сообщить об этом, боялись заявиться в следственной группе. Наташу вывезли из Чечни в Ингушетию. Там, видимо, опасаясь, что дальше на дороге стоит кордон, пост застрелили. Убийство до сих пор не расследовано, но, знаете, иногда спустя много лет становятся известны какие-то важные подробности. Пока, увы, этого не случилось. Но убийство Наташи Эстемировой – это, с другой стороны, одна смерть в ряду замечательных людей, которых вывели из общественной поэтической жизни таким ужасным способом. от Галины Старовойтовой, убитой в 1998 году, до Алексея Навального, погибшего, убитого в тюрьме в феврале этого года. А до того его прицельно пытались отравить в 2020 году. И все же, Александр, политически мотивированные убийства и покушения, и просто убийства, не политически мотивированные, покушения на Северном Кавказе и на всей остальной территории России. Это немножко разные истории, мягко говоря. А уж тем более, если речь касается происходящего в Чечне, то это просто черная дыра, из которой расследовать что-то практически сейчас невозможно. С вашей точки зрения, почему федеральные власти, почему Следственный комитет, не знаю, даже Федеральные службы безопасности, если дело в их интересах находится, почему они не вмешиваются, почему они не пытаются расследовать это. Такие убийства, покушения, нападения. Ну, тут можно вспомнить относительно недавнее уже нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которую избили. Тоже тишина, ничего не понятно, что происходит в деле. Нападение на автобус с журналистами тоже нет концов. Нападения многократные, поджоги квартиры и офиса, которые арендовала сводная правозащитная мобильная группа, тоже ничего не понятно. Ну, я не соглашусь, что здесь какие-то кардинальные отличия. Кавказ, Чечня конкретно, она просто в восьмом сезоне нашего сериала, остальная Россия в пятом. С какого-то момента там стало невозможно что-либо расследовать. С тех пор, как Рамзан Кадыров добился ликвидации либо лояльности всех других силовых структур, могущих вести оперативно-розыскную деятельность, а таких ведь еще в каком-то 2005 году было четыре. Кроме кадыровцев, были оперативно-розыскное бюро номер два, подчиненное федеральному центру, была спецгруппа ФСБ «Горец», были батальоны спецназа группы «Запад» и «Восток». Все они, конечно, творили преступления, похищали людей тоже, но они вели так называемую оперативно-розыскную деятельность. Они могли хотя бы перекрестны друг друга контролировать. После того, как все эти структуры из Чечни исчезли, либо как у РБ-2 стали лояльны Кадырову, независимое расследование было невозможно. Вот по делу Наташи Истимировой, как и по некоторым другим делам, следователь, полковник Следственного комитета, старший следователь по особо важным делам Игорь Соболь предпринимал, в общем, значительные усилия, иногда героические. Но это было невозможно, потому что к нему на допрос не шли даже рядовые бойцы патрульно-постовой службы. Им была гарантирована безнаказанность. На этой безнаказанности, собственно, держится режим Кадырова, как режим Путина держится на безнаказанности его агентов. Когда есть политическая воля, расследуют. Когда нет политической воли, расследование прекращается. Смотрите, дело об убийстве Немцова сначала расследовалось под руководством генерала Краснова, нынешнего генерального прокурора. А потом, хоба, Краснова сняли с руководства следственной группы, и дело начали разваливать. Найти тех, к кому увели Митиль в Чечне, нет. Следователи постучали в дом, им сказали, здесь никого нету, и они больше в этот дом не стучали. Потому что политической воли там хватило ровно настолько, чтобы выяснить в интересах верховной власти, кто же совершил это преступление рядом с Кремлем. Но не для того, чтобы этих людей наказать. Такая задача, видимо, не ставится. Хорошо, тогда, Александр, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, уже много раз об этом говорилось, существует множество всяких теорий, почему же условный Путин так держится за этого Кадырова? Почему ему позволяют столько, сколько ни одному главе никакой другой республики, никакого другого российского региона? Тут мы тоже возвращаемся к событиям даже более чем 15-летней давности. Кадыров сумел устранить любую альтернативу себе. Он каждый раз ставил Федеральный Центр перед выбором. Либо вы сделаете так, как я хочу, либо я за себя не отвечаю. И каждый раз Федеральный Центр, не имея своей какой-то политики, не зная, что делать со своим же порождением, шел у него на поводу. Кадыров стал без альтернативом. Понимаете, для Кремля Кадыров – это гарант стабильности в Чечне. Потому что, если не Кадыров, начнется черту что. Но, с другой стороны, Кадыров старается делать так, чтобы выглядеть гарантом стабильности и для чеченцев. Чтобы не начались массовые репрессии против участников Первого и Второго Чеченских войн. Хотя репрессии идут, но кажется, что Кадыров от этого охраняет. Чтобы не было новой войны. Это очень сильный аргумент, чтобы не было войны в республике, где десятки тысяч человек были убиты, а тысячи исчезли. У нас два без альтернативных политика – Путин и Кадыров. С этим, в общем, смирились. Спасибо большое. Правозащитник, член Совета Центра Мемориала Александр Черкасов был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Александр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова